Привет. Мы вообще можем, пока мы тут сидим, чтобы как бы не сидеть в тупую и не молчать, мы можем, наверное, пока рассказать, чего, зачем, кто мы все такие, зачем мы сюда пришли отнимать ваше время. Подождите, это мы пришли отнимать ваше время? Ты перепутала все. Ну, как обычно, это все бывает взаимно. Значит, мысль наша была примерно такая, что мы видим, что много народу хотят что-то сделать со своим местоположением в мире. С другой стороны, в мире есть довольно много инициатив, и все пытаются помочь друг другу относительно беспорядочно. Это, конечно, все классно, но никакие деятельности, невозможно их сейчас структурировать и сделать более осмысленными, централизованными и какими-то. Поэтому все, что мы можем сделать сейчас, это дотянуться, наверное, до своего нетворка и хотя бы до него донести какую-то информацию. Что мы и попробуем сделать сегодня? Какой у нас будет формат? Значит, вообще мы стартовали вообще всю эту деятельность с того, что Вадим написал текст про Global Talent Visa, что релевантно только для тех, кого интересует релокацию в Британию. Но, на наш взгляд, это самый удобный и простой способ туда перебраться. Вот поэтому мы, Вадим расскажет, собственно, про свой опыт и более подробно, чем он написал в этом тексте. А потом мы с вами пошарим некоторое количество информационных ресурсов, которые мы собрали и которые мы считаем, что полезны для вас. А дальше просто вот в формате свободной беседы ответим на ваши вопросы сколько сможем. Потому что мы, конечно, лойеры, мы просто как-то, как это, экспаты, как это теперь называется. Добрая иллюзия. Вот такой у нас, наверное, сегодня будет формат. Так, ну что, мне кажется, что мы подождали. Хорошо, да, я думаю, что если запись там опубликуем где-нибудь, может быть, уже будет полезно. Хорошо, да, я написал про визу. Давайте, давайте чуть-чуть про себя. Значит, я Вадик, я работал в Яндексе, потом в Майкрософте, потом в Фейсбуке. И сейчас я работаю во Фло. Значит, здесь я переехал в Укей чуть-чуть больше пяти лет назад. И вот сейчас я, собственно, два года назад получил визу Global Talent. То, что она сейчас называется Global Talent. И давайте я немножечко про нее расскажу. То есть там примерно для кого она, какие там основные шаги. Значит, подразумевается примерно следующее. Великобритания там хотела и сейчас хочет заполучить, ну, условно, талантливых людей в разных сферах. Мы сейчас будем говорить про IT. Для этого специальная организация, которая проверяет, насколько вы условно талантливы. Да, и дальше, значит, запускается процесс. Я сейчас про это тоже расскажу. Если применительно к IT. Для кого это виза, кто ее обычно получает и кому ее обычно дают. Есть две категории. Условно, устоявшийся талант и многообещающий человек. Многообещающая личность, промис. Под категорию промис на самом деле попадают, ну, у них есть такое, что ли, неформальное, скорее неформальное требование, что, ну, условно, там человек моложе 30, который работает в стартапе. Это такой типичный профиль. То есть если человек получил оффер от стартапа или уже работает в каком-то стартапе, и у него есть там какие-то дополнительные, не знаю, плюсы, да, тогда вот ему это виза дается. И это дает достаточно просто. То есть то, что я видел, там не было каких-то суперсложных требований, и люди проходили, ну, просто, по сути, человек из стартапа, да. Ну, понятно, что там стартап должен быть каким-то многообещающим и так далее, да. Если говорить про вторую подкатегорию, как устоявшийся талант, ее назовем, да, значит, здесь профиль примерно такой. Человек работает, ну, не знаю, в Big Five или в какой-то большой компании. У него есть, вот, в моем случае это было, например, наличие международного патента. Вот наличие международного патента, это, считайте, 100, ну, не 100% одобрение, но очень близко к этому. То есть если есть, например, патент, если в Яндексе, то на самом деле я знаю, что там было много инициатив, связанных с патентами, поэтому это такая вполне работающая вещь, да. А дальше работает много всего, ну, то есть, условно, там, плюсами к этому, либо можно собирать по мелочи в других местах, и это примерно так, там, не знаю, участие в каких-то международных конкурсах, ну, то есть там, в каких-то крупных конференциях, и статья с большим количеством цитат, например. Или, сейчас что там еще могло быть, репозиторий с 10 тысячами звездочек. Вы попали в какой-нибудь медиа, и там что-то рассказывали, и что-то, прям на вас тоже много всех ссылается. Все это работает. Это международные медиа, или достаточно какое-то местное? Ну, значит, вот здесь вот, с этими вопросами лучше сходить к миграционному юристу. Насколько я знаю, по-моему, сейчас мне известен случай, когда человек получил в немеждународном медиа. То есть, он, условно, там где-то отсветился, и, ну, и плюсом у него там были какие-то другие еще вещи. Ну, про это лучше поговорить. То есть, есть юристы, они очень хорошо умеют оценивать, правда, это сколько-то стоит, достаточно заметных денег. Ну, там, окей, первоначальная консультация раньше стоила от 100 до, ну, примерно 300 фунтов, и они за это время, ну, хотя бы скажут, там, стоит ли с этим подаваться. Если дальше уже нужно как-то создавать пакет документов, то это отдельная работа, там, понятно, с нее нужно как-то отдельно платить. Вот, ну, я бы сказал, что это примерно такое, вот, как бы два профиля. Вот, попробуйте подумать, если вы подходите под эти профили, не знаю, там, участвовали вы всем, дошли до финала, в финале выиграли медаль, еще что-нибудь. То есть, вот все вот это, оно складывается в какие-то такие штуки. И я могу рассказать, там, что было примерно у меня, там, ну, помимо работы в Фейсбуке, там, хороших отзывов и вот это все. Значит, у меня был патент, у меня была, там, какая-то книжка, очень давно написанная еще, там, в России по Олимпиадам, у меня было участие в ИСЕМе. Ну, и плюс, там, я ездил на конференции, у меня там было, не знаю, там, две статьи, и просто я, там, ездил по конференциям, много всего разного слушал. То есть, все вот это зачитывается, и попробуйте посмотреть, насколько это релевантно вам. Вот, если не Global Talent, то здесь нужно идти по обычному пути от Skilled Worker. Если у вас будет оффер от большой компании, понятно, что никаких проблем с этим не будет. Ну, я не знаю, там, сейчас могут быть какие-то задержки, еще что-нибудь. Но, в целом, я думаю, что процесс не должен сильно поменяться. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что он не сильно поменится. По понятным причинам сейчас приоритет отдается Украине, ну, что, в общем, правильно и разумно. И заявки от резидентов Украины любой национальности, то есть любым паспортом, да. От них заявки рассматриваются в первую очередь, я сейчас говорю про Global Talent. А во вторую очередь рассматриваются заявки от России и Беларуси, от тех людей, которые потеряли возможность получать деньги там, потому что, ну, условно, они работали удаленно, например. И они никак не могут получать деньги, потому что запрещены переводы в Россию. И дальше, понятно, уже по обычной схеме, то есть, ну, надо смотреть. Валик, извините, извините, пожалуйста, последнее уточнение, кажется, касается только сотрудников английских компаний. Я так понимаю, что… А граммер так написан? Ну, вот про это надо смотреть. Про это надо смотреть, узнавать. Ну, да, вполне вероятно. Вот. Процесс я примерно расписал. Если совсем грубо… говорить, то там есть два этапа. Первый этап – это эндорсмент. Это вот это технейшн. В случае IT – это технейшн. Они рассматривают ваш пакет документов. С этим пакетом документов. Ну, то есть, там, проверяют, что вы соответствуете критериям. Смотрят референсы. Если нужен, то звонят людям, которые вас реферили и так далее. Как только вы прошли этот этап, второй этап – это, ну, по крайней мере, раньше точно был просто формальностью. То есть, там проверяют, что вы, не знаю, не поддерживаете террористические организации, что вы там не нарушали миграционные законодательства, никогда не были выдворены. И вы там указываете, значит, кого вы с собой берете. В том смысле, что у вас есть там, не знаю, партнер, дети. Вы все это указали, заплатили. Health charge. И поехали. То есть, самое главное… Да, там очень много стоит вот эта вот история. Она, ну, то есть, на семью из пяти человек она стоит порядка, ну, там 600 фунтов, 620, что ли, фунтов в год на человека. Да. И вы можете брать условно на 3 года, на 1 год, на 5. Вот мне, например, когда я работал в Фейсбуке, мне оформляли на 5 лет, и я так понимаю, что это прям кругленькая сумма была. Там еще, если плюс юристы, то это, в общем, прям заметная история. Там нет ничего сложного в том, чтобы заполнить все эти документы самому. Ну, то есть, это реально. Единственное, что я бы рекомендовал, это произвести вот этот вот, что ли, ассессмент, то есть, насколько юристы считают, что вы подходите под эти критерии, и показать им, условно, пакет документов в конце. Можно с ними работать так, чтобы они… Они не будут, понятно, за вас писать там self-review и не будут писать референсы, очевидно. Но они, по крайней мере, могут сказать, что вот если бы здесь поменять формулировку или вот здесь вот еще упомянуть вот это, ну, такого рода советы, они на самом деле очень полезны могут быть. Вот. Значит, процедура, сроки, сроки там, ну, декларируются сроки три недели на первый этап, три недели, по-моему, на второй этап. Там сейчас восемь написано, не день. А, там еще зависит. На технейшн, на эндорсмент, нет, это на технейшн, они, по-моему, неважно, где внутри или снаружи, но они пишут восемь недель. А на рассмотрение собственной визы они пишут восемь недель, если вы в UK, и три, если снаружи. Да, да, да. Ну, то есть, просто у меня это было очень давно, я здесь могу какие-то детали пустить. Вот. Дальше, если вы получаете эту визу, вы работаете, вы не привязаны к работодателю, но если вы хотите дальше поддаваться на ВНЖ или гражданство, то вам нужно, ну, условно, не покидать Великобританию на сильно большой срок. Ну, там, как-то разумно, то есть, если вы действительно здесь живете, действительно здесь работаете, то этот срок не будет никакой проблемой. То есть, вы там можете есть в отпуск, в командировке, это все хорошо. Там, по-моему, полгода вообще. Каждый год 180. Не-не-не, там другие требования, там, по-моему, что-то 90 дней в течение каждых полугода или что-то такое, не больше чем. Ну, и есть какие-то ограничения на сумму. Кажется, командировки не учитываются в этих 90 дней. Командировки, да, можно как-то их зачистить. И что еще? И, наверное, последнее, что на ВНЖ можно поддаваться через три года, если талант, и пять лет, если промисс. Партнер и остальные депенденты все равно через пять лет в любом случае подают. Кажется, там есть еще такая тонкость. Я не очень понял, что там написано на этом GoUK, что если вы global talent promising, то все равно пять лет, а если вы global talent established, то три года на ВНЖ. Но для того, чтобы получить гражданство, можно прожить пять лет независимо от того. Ну, здесь тонкость заключается в том, что если вот, ну, как это, established talent, то можно сэкономить один год, потому что в норме процесс устроен так. Пять лет на skill board визе, и потом, то есть там есть такое ограничение, прожить не меньше пяти лет в стране, и иметь не меньше, чем двенадцать месяцев вид на жительство. Соответственно, если вы... Там шесть лет за лет, реально. Да. В норме, в обычной ситуации, это шесть лет, а в этом случае экономится год. Нет, но и потом, если вам почему-то не обязательно гражданство, достаточно просто спокойно жить и не быть под этим самым, под угрозой, что вас выгонят, то, в общем, этот вид на жительство вполне достаточно. Да, да, так есть. Слушай, Вадик, там на самом деле есть еще некоторые требования, ну, по крайней мере, ну, вот, значит, первое это референсы, то есть тут надо собирать референсы от CLEO executives, то бишь CPO, CTO, CFO. В принципе, это как бы, ну, у многих есть такая возможность, но, в принципе, это не... Это не просто. Вот я как раз тоже хотел спросить, это насколько... Я могу уже сказать. Да, 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 ну, это точно нужно, нужно три референса. Я просто писал про это на Фейсбуке, поэтому решил не упоминать там. Без проблем. Значит, нужно три референса от CLEO executives, либо, ну, в моем случае я подавал просто от директора в Фейсбуке. Директор в Фейсбуке – это не CLEO, но у него там, не знаю, там, например, 500 человек подчинения. Такого рода реферы тоже зачитываются. То есть здесь нет проблем с этим. Три от разных компаний. От разных компаний. Как сейчас написано. Да, смотри, на самом деле, если чисто формально, то как бы есть CLEO, а есть директор, значит, это как бы его подчиненный, и, ну, например, head of engineering – это директор. Это как-то VP, он же, он же, то есть это на уровень ниже. Да. Пойнт такой, что если компания очень большая, ну, там, типа, Фейсбука, Майкрософта, я не знаю, Яндекс, ну, там, наверное, тоже, кстати, должно бы подойти, то с этим нет проблем. Яндекс подойдет сто пудов, потому что я знаю ребят, которые получали референсы из кунтура, и кунтур уже подошел. Ну, как бы Яндекс уж точно подойдет. Нет, Майкрософта не компания, а ульт. И, да, да, и не от C-левелов, а от, ну, от своих, вот, как условно говоря, виплевых, инженерных. Еще там есть такой момент, там есть некоторый чек-лист, в котором надо там показать, что ты либо, значит, как интерпренер, например, там, не знаю, построил бизнес, либо совершил прорыв новой технологии. Там, значит, какие-то баллы за это зачисляют. Вот как бы там написано, что нужно набрать там 70 баллов, но не совсем понятно, это, то есть, как бы, можно ли иметь какие-то дырки в этом чек-листе, или нужно по всем пунктам 100%. Ой, а где этот чек-лист? Я видел в официальных только такой, типа, заполните два там из... Я, кстати, не видел вот именно про 70 баллов. Вот, да, вот их я не видел, да. Что-то новое могли ввести. Я видел 70 баллов, но я не видел ни одного из... Про 70 баллов ты, наверное, говоришь про второй этап, и на втором этапе там, условно, тебе нужно сдать тест по английскому, это там, значит, там 10 баллов. Нет, кстати, технический не требует теста, там только туберкулезный. Нет, нет. Там баллы не важны. А, сейчас, это же не тир. Ну, сейчас, я здесь могу путать, потому что это уже могло поменяться, на самом деле. Вот skilled worker требует теста, как я понимаю. По крайней мере, я его сдавал, когда в прошлый раз его получал. Тир 2 или Тир 1, я не помню, как он назывался тогда. А этот самый Global Talent, там написано, что не нужен никакой YELTS, нужен только туберкулезный тест, паспорт и эндорсинг. Понятно. Ну, вполне вероятно, что это даже поменялось. Такое тоже может быть. Вот. Да, кстати, хотел сказать, что одно из послаблений, ключевое на данный момент, оно состоит в том, что на визу вот эту, после получения эндорсмента, можно подавать теперь в любом месте, а не только в России, в родной матушке. То есть это важная фишка. То есть необязательно получать в НЖО где-то еще, чтобы потом получать в НЖО или в Италии. Это для российских товарищей, да, или для всех? Для российских, украинских, по-моему. Ну что, украинеры. По-моему, для всех, да. Да, я думаю. У меня еще интересный такой вопрос, странный, очень странный вопрос. Вот виза, значит, по Global Talent, она, в принципе, дает определенную свободу, что ты можешь приехать, там бизнес открыть, не работать или работать. Вот, значит, внимание на вопрос. Допустим, если ты хочешь подавать на ВНЖ, там через три года, условно говоря, то какие у тебя требования к тому, сколько ты работал в это время и на какие компании ты должен был работать в это время? Надо, вот это надо смотреть, проверять. Это может быть лучше все-таки с юристом посетить. Ну или прочитать файл сайт этот сам. Да, насколько я помню, при подаче на ВНЖ я подавал документы о том, что я работал, ну там, по крайней мере, за последний год точно. И, ну, то есть там были все поислипы, и вот это все. Я вот не помню, было ли там требование, что... Нет, там есть требование на ВНЖ, что ты должен, как бы, научиться зарабатывать на английской земле, так сказать, да. Внимание, вопрос. Должен ли ты это делать, там, с первого дня или, может быть, в последний год или вообще хотя бы один день зарплаты получить? Вот такой вопрос интересненький. Я тебя могу свести с юристом? Ты можешь поговорить? Да, давай, кстати. Вот рекомендации юристов было бы прикольно, конечно. Да, 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 это без проблем. Просто как бы у меня такая история, что, ну, у меня такой более straightforward путь был, поэтому про него я могу рассказать. Сейчас еще вопрос. Правильно я понимаю? В предыдущем вопросу про прорывы. На самом деле, это формулировки такие, что прорывы. А вот опять же у меня... То есть вот Вадим рассказывает про свой очень нетривиальный путь. Он у нас действительно established talent, да, условно говоря. А ребята, которые из стартапов, они, ну, типа, пишут, не знаю, там, разработал систему того-то с использованием таких-то алгоритмов. И это уже им засчитывается как прорыв. То есть вот не нужно тут думать, что это должно быть уровня патента. Прости. А как это доказать? Любая company-wide технология, она в этом смысле считается таким прорывом. Ну, то есть, по словам, ты там в Яндексе делаешь какую-то большую штуку, которой, ну, все пользуются. Не знаю, MapReduce. Нужно там быть. Все, это уже, считай, прорыв. Ну, просто вопрос в том, как это доказывать. Вообще я не очень понимаю, как вообще можно что-то доказать. Референс. Референс. Ну, в смысле, есть вещи, которые как бы физические. То есть у тебя, в основном, там патент или книжка или еще что-нибудь, ты просто приносишь, показываешь, ну вот. Ну, патент может быть ссылку на этот US как его. Да-да-да. Да. Значит, если речь про какие-то компаниевательные технологии, ну, просто взять референс оттуда, и все хорошо. Ну, кстати, это может быть там Apple, Pansors, еще что-нибудь. Если ты делаешь что-то внутри, то там нет. Референс. Хорошо. А еще вопрос. Вот по поводу вот этой всей бюрократии, значит, то есть правильно я понимаю, что эндорсмент – это обмену с электронными документами исключительно. То есть, как бы, там нет бумаги, куда-нибудь. Ну, а я никогда не пишу. Прямо вообще. Это было. Ну, а с контакта другие ребята, которые там, то есть, электронные. Да. Значит, хорошо, следующий вопрос, значит, там, допустим, если ты иллюстрируешь какие-то, там, ну, слово, российские, там, чего-нибудь, там, не знаю, сервисы, там, что-то, ты можешь делать какие-то скриншоты, значит, там вот, там эти пачки документов, кто-то прилагается, там, видимо, один документ может быть многостраничный, он может быть скриншотом, и это реально заверенный перевод, вот, ты не сталкивался с такими штиками? Мы перевод делали, мне, просто меня делали юристы, я поэтому здесь все тебе точно не скажу, но перевод точно был, я не уверен, что он был официально заверен, хотя, может быть, и был. Ну, то есть, они точно сделали так, как надо было по требованиям, я не помню, просто было ли это заверено или нет. А ты, как бы, пакет этих файлов, ты видел, когда они переводят в каркад? Конечно, у меня есть. Я, 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 да, ну, то есть, как бы, например, ты делаешь, там, скриншотишь, не знаю, там, сайт, ты должен, там, слова на сайте переводить. Он был преподавателем МФТИ, да, они заскриншотили сайт с преподавателями, и потом точно такой же, как бы, только с переводом. Ну, в смысле, типа, нарисовали, отрисовали, что вот здесь вот так. Можно нажать кнопочку в этом, в хроме, чтобы перевести на английский. Ну, может быть так. Без нотариальной, без нотариальной печатки. Вот давай про нотариальное, я, я пересмотрю и тебе скажу. Мне кажется, российский нотариус, мало что может, супротив английского технейшн. Ну, это был, нет, Нет, может, есть какой-то сервис, где ты можешь, типа, послать в Британию, там, получить перевод с цифровой подписи, я не знаю, там. Такой сервис есть, я даже им пользовался, я просто не помню, для каких целей. Я его точно где-то использовал, такой сервис, может быть, даже, кстати, для этого пакета. Владик, ну, там точно не самопереведенные документы, то есть там, по-моему, они не нотариально заверены, но там нужен, да, какой-то сертифицированный. Я могу поискать, у меня, потому что приходит от них рассылка регулярно. Я когда-то в Британии делал этот самый перевод официальным переводчиком, и это тоже было достаточно онлайн. Ну, то есть единственное, что они мне прислали потом бумажку физически на адрес Британии, что, ну, собственно, перевод и подпись, но, наверное, можно было бы от них просто получить PDF без всякой физической бумажки. Ну, да. Заверял я его потом, для визы надо было заверять в российском консульстве, чтобы их отдельный кошмар, но, наверное, для этих самых не надо нигде заверять, и уж точно не в российском консульстве. Ну, да, это точно. Окей. Ну что, Света, может быть, теперь ты отключишься? Да, давайте сейчас я скину в чатик, значит, некоторую мелкую призу, и потом ее покажу очень-очень коротко, чтобы пошли в фринт. Да, значит, смотрите, что мы тут собрали. Мы немножечко просто при подготовке к сегодняшней встрече видели, что информации очень много, она в разных источниках, куча всяких ссылок кочует из источника в источник, мы просто хотели вам облегчить жизнь. Значит, вот тут собраны различные гайды про визу, про которую Вадик только что рассказывал, но его собственный, понятное дело, текст, а также «Большое миро», которое собрано командой такой Ксюши Стерниной из Ираевала. Я ее знаю, кстати. Наверняка. Ксюша достаточно публичный и известный человек, и мы вам сюда отбирали, ну, типа, этих гайдов много, вот просто зачем мы это сделали, мы просеяли для вас интернет условно. Спасибо вам большое. И последние апдейты, вот про которые сегодня и Федя, и кто-то еще упоминал, да, от TechNation, что изменит. Вот эти три ссылки. Дальше есть люди, которые любят получить всю информацию в одном месте, вот для них вот эти три ссылки. Значит, первое, это такой огромный ресурс, который обновляется как бы ежечасно, и там собрано вообще абсолютно все, вот там, я не знаю, виз до денег, в общем, все-все-все-все-все-все. Второе, это, ну, в нем, на самом деле, очень трудно бывает разобраться, потому что там большой скролл с большим количеством ответвлений, такой мини-викинг. Вторая ссылка, это чат, на мой взгляд, самый хороший, его как раз организовала команда Ксюши, и там сидит много таких английских интерпренеров, которые ей помогают. Есть еще много других чатов, если вам интересно, я могу их тоже прислать, но я вот просто пока готовила и смотрю, оно все ну, как бы копипастится из канала в канал, а в этом сидят, ну, в общем, там прикольные люди. Вот, а последняя ссылка, это, наверное, самый большой на текущий момент. чат, там не только айтишники, там вообще люди разные, там порядка ста тысяч человек уже, но там иногда пробегает какая-нибудь очень нетривиальная такая, ну, какие-нибудь кейсы, да, от людей, я сижу вот там-то, вот сегодня у нас возникла такая проблема, ну, то есть вы можете если... Свет, извини, эти чатики, они про UK или про все вообще подряд? Они про все подряд, они про все подряд. Значит, теперь выдрала несколько ссылок, которые мне кажутся важными, их можно найти на предыдущих ресурсах, но их надо там копать. Значит, первое, это такой гайд по визам в разные страны, где, на сколько дней, там, при каких условиях и так далее. Второй очень хороший текст от Оли Доронины, про то, что сделать перед отъездом, какие там доверенности оформить, какие постили собрать, такой очень разумный список. Последняя ссылка про деньги. Что делать, если я снаружи, деньги в России и так далее. Значит, вот три основные вещи, которые, кажется, важны. Теперь это провайдеры вот этих иммиграционных услуг, которые, ну, как бы, в каком-то смысле нами верифицированы. Во-первых, это ссылка на известный бот Ани Булдаковой, в котором есть такая опция найти ментора по релокации. Звучит смешно, но Аня так повесно менторы на самом деле по-любому, по карьере и по всему, но там в том числе по релокации. Да-да. Вот, в общем, там просто завелось какое-то количество экспатов, которые там уже давно сидели просто менторя по своим специальностям, но вот теперь они еще подключились к релокации и у них есть в профиле специальный значок, что они про релокацию тоже могут что-нибудь рассказать. Вторая ссылка это дама, которая позиционирует себя так, что она делает релокацию под ключ, но если там вам совсем не до того, она все для вас соберет, сбронирует билеты, поможет забронировать жилье и так далее. Ничего не зная про ее цены, но знаю, что ей пользовались из ближнего круга люди и остались довольны. Последняя ссылка это ап, который сделан опять же некоторым предпринимателем, которым хорошо знакома лондонская тусовка. Это похоже на ментора только в виде апа. Он тебя мэтчит с экспатом в соответствующей стране и ты можешь ему позадавать вопросы. они сделали вообще приложение это платное, сейчас они его для россиян сделали бесплатно. Последний слайд он очень быстро протухнет. Верхняя ссылка это список контактов разных компаний, которые могут вас куда-то реферить. Дальше вот эти ссылки это просто собранные нами из дружественных стартапов там от стартапа Ани Булдаковой от Анны Мани и там от стартапа Майка Илина и еще там значит вот это то, что было актуально не знаю там последние два-три дня. возможно возможно оно уже протухло мы подумаем как бы ввяжемся ли в сбор обновляемого списка но пока вот это может работать тоже. Собственно вот все что я вам хотела показать ссылка в чатике у нас и пользуйтесь вот ну теперь наверное мы можем Свет там у тебя есть этот самый лойер который иммиграм I.O. Да я в них пытался что-то засунуть они прислали мне ссылку как это самое забукать с ними совещание но в нем на ближайшие два месяца не было ни одного места. О я могу понять что они захлебнулись потому что они очень очень ну в общем короче ими все тут пользовались им все очень доверяли и их все рекомендовали ну вот они конечно ну короче задача такая найти еще каких-нибудь лойеров сейчас запишу сразу это ценно спасибо Макс так ну мне кажется мы можем уже просто перейти к свободным вопросам вообще трактил нас Витя всем привет я хочу свободный вопрос я на пол встречи пришел на потом записи посмотрел вообще привет Федя привет Светя да сильно больше пользователей которых я знаю на этой встрече не знаю приятно слушайте Светов дело говорит актуально два дня то актуально полдня и так далее как бы самый вообще ад сейчас это скорость изменения информации то есть ну люди привычные сначала провести ресерч а потом начать что-то делать просто лезут на стену если нужен как бы я из этих где мне сложно пошел по ссылке пошел мне надо это собрать в момент когда я ресерч заканчиваю можно начинать его сначала потому что все неактуально короче не британские миграционные правила конечно и там не само существование последних шагов как ваше ощущение сейчас есть какой-то как бы нормальный канал с обновлениями на эту тему или может его надо собрать и как-то в состоянии его поддерживать мы думали об этом там была Вики и мы хотели эту Вики возобновить перенести ее на другой домен простите потому что да текущее название не очень наверное хорошо отражает суть да мы наверное мы все-таки пересоберем я не знаю если формат Вики всех устраивает то можно это смотри я на самом деле формат Вики для того чтобы залезть погрузиться в Вики какая разница по большому счету я именно о том что когда что-то меняется чтобы это можно было когда-то уже внутри процесса чтобы ну я не знаю то есть никто здесь не любит уведомления правильно понимаешь Вики лучше или как если бы там был ответственный или ответственный по разным этим категориям то кажется что это можно было бороться главный вопрос это именно если уследить за изменениями если как-то через ваши форматы может быть уследить за изменениями происходящего то это круто вот например то что сейчас рассказал Макс что вот у этих ребят на два месяца нет записи это как бы важный апдейт который сильно сокращает видимо последних шагов да спасибо ты мыслишь продуктово мы понимали все так сказать прости несовершенство как бы того что мы вам предлагаем не 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 наоборот это очень круто как это на скорую руку и отдавая себя в этом отчет это склепали и нам нужен а фидбэк ну потому что если бы Макс этого не сказал то мы бы этого конечно и не узнали вот а второе нам нужно выстроить какой-то процесс и под него найти какие-то ресурсы потому что ну ты понимаешь да что это же все надо отслеживать эти изменения это какой-то кроллинг это что-то надо сказать что я посмотрел на это оно может завтра уже тоже поменяться потому что они реально присылают ссылку на кэлендли одного конкретного человека у него нет слотов но может быть они там половине других людей присылают ссылку на другого нужно нужно это правда Света польстил меня сказал что я мысль продуктовая я сразу знаешь я свою продуктовую мысль не могу остановить теперь заткните меня кто-нибудь потому что я хочу сказать что есть один один медиум который я знаю очень хорошо в таком формате работает называется форум Винского который как бы работает за счет того что каждый человек который проходит какой-то путь ну там очень значительный процент тех кто проходит путь отписывается по шагам и как бы становится понятно я 15 лет своего переезда знаю до дня сколько где какие визы сейчас рассматриваются и сам все это отписываю и как бы вот подобная модель как на форуме Винского мне кажется самая классная но для этого надо собрать как бы сигнал внутрь еще не только наружу то есть вот тот кроллинг который ты говоришь за счет того что каждый кто пошел его зацепить и не дать им отвалиться просто молча может быть надо завести страничку на форуме Винского просто я не знаю нужен какой-то комьюнити менеджер который как бы да но это не про айтишников не может еще раз в коем случае не то чтобы это сделать недостаточно для меня например оверкил вот Федя явно уже глубоко в теме например я только знаю что в принципе такая тема есть мы с Владиком про нее говорили полгода назад я не делал ни хрена а сейчас знаете что-то актуальность повысилась но как бы я понимаю что какая-то модель с завлечением с комьюнити как бы сильно будет эффективнее мне кажется все так есть вопрос известны ли аналогичные группы аналогичные комьюнити в странах ЕС проблема украинцам сейчас гораздо легче попасть в страны ЕС Польша Германия Нидерланды все прочее то есть иммиграция и устройство на работу в ЮКей это перспектива среднесрочного будущего прямо сейчас нужно искать работу по Франции в Бельгии в Дании в Польше где угодно есть такие группы и связь с ними чтобы можно было быстро давать референс идите вот туда прямо сейчас вам помогут по Берлину я знаю одну фейсбук-группу очень хорошую там реально помогают но она очень Берлин ориентированная очень IT ориентированная у нас есть контакт юриста собственно из Берлина то есть вот этот мы точно можем дать еще у нас есть Ксюша Ёлкина которая значит заведует Францией Ксюши мне кажется нету сейчас на созвоне но вообще она обещала в ближайшее время прям включиться и шарить ресурсы по крайней мере по Франции сейчас action item здесь мы добавим ссылки на контакты в презентажку да мы хотели то есть я не знаю кого-то еще имели в виду в Нидерландах видимо мы сможем добавить еще Францию Германию и Нидерланды мы добавим в Португалию в Португалии у нас нет никого? пока нет Костя Савин команду сейчас перевез у него наверняка какие-то есть уже потуги в НТМ соответственно может тут еще есть давайте с ними свяжемся окей так а у меня есть контакт и в Португалии и в Нидерландах что скидывать для контактов какая-то группа в Телеграме или что-то еще сейчас а ты можешь написать мне в Фейсбуке и я добавлю легко спасибо 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 большое Боря ты руку держишь я думаю что мы можем попробовать выяснить как минимум в крупных компаниях типа Фейсбука Microsoft и так далее оказывают ли сейчас визовую поддержку тем кто нанимается на удаленную работу но хочет работать из Европы при гражданстве России Украины и Белоруссии мне сегодня как раз рекрутер с Фейсбука списал ровно про это они говорят что офис у них в Лондоне но удаленная работа поддерживается в каких-то таких странах Нидерланды Италия Франция там точно есть и что визовую поддержку они оказывают в этих странах по крайней мере они мне так написали может быть они там не знаю джуниор инженерам это не оказывают но тем не менее мне кажется визовая поддержка она примерно одинаковая для всех кандидатов если дать людям информацию что вы можете пойти в Фейсбук наниматься в Фейсбук и жить словно в Испании будет проще сориентироваться да да вот они мне так явно написали что вы выбираете страну а мы вам оказываем поддержку делаете супер спасибо можно пробовать составить список компаний странные откуда мне можно работать и где они помогут с Визой мне кажется это очень крутая идея а я еще простите еще мысль как бы насчет если вы я сначала представлял встречу про Англию которая мне лично интересна но если мы вообще про все то есть еще такая как бы виртуальная релокация то есть когда какую-то базу надо заиметь счета ВНЖ не ВНЖ ну как бы возможность быть привязанным к какой-то юрисдикции но при этом вопрос как бы физического пребывания стоит отдельно то что делала Эстония 10 лет назад то что вот как раз есть ощущение что в эту сторону движется Португалия сейчас я не знаю сколько прошла мне кажется это опять же мысль о продуктово это отдельный аспект всей этой штуки отдельная как бы горизонталь внутри наших странах вертикалей это горизонталь такой виртуальной релокации которая ну и кто насколько и каким образом позволяет это делать это имеется ввиду диджитал намат виза что ли ну понимаешь не совсем диджитал намат виза в чистом виде есть бывает тоже это одна из одна из штук которая здесь есть но вообще как бы я не знаю израильский паспорт это не диджитал намат виза например но это возможность потратив некоторое количество времени дальше достаточно глобально перемещаться достаточно много где жить и при этом работать там с привязкой ну короче это один из способов такие вещи про израильский паспорт не надо рассказывать люди которым надо например знать знают про рабочую визу но какое-то движение в сторону диджитал намат визы короче рабочая виза для удаленных людей которая позволяет работать и дальше насколько сильно надо быть привязан к этой географии мне кажется что сейчас как бы для людей которые релакцируются из России больше важно виза позволяющая жить а не по большей степени чем я конечно в каком-то очень высоком низкой высокой прицентиле по как называется по привилегированности но тем не менее как бы мне кажется что нет что то есть да больше важно но в том числе возможность как бы где-то работать и вообще весь этот аспект закрыть включая там счета включая ну вообще прописку возможно находиться в разных местах в какую-то длительность и при этом жить в условной Турции Болгарии где угодно еще тебе комфортно жить это тоже многим было бы интересно а если ты живешь в Турции ты не можешь там счет открыть и получать там деньги от того же английского стартапа могу это тоже работающий вариант я знаю как это делается в Турции один из моментов таких да но для этого мне нужен договор аренд да вот есть и такой способ нет в сторону пошел короче всем кажется что это не нужно или как это тоже интересно 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 но может быть да там не про другое все же все же понятно just a thought света рекомендовала stay focused да 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 я же света правильно рекомендовал я подумал я понял что у нас широкая брейнсторм я стал вкидывать тормозите меня окей что у нас вопрос-ответы остались мне кажется мы к ним плавно перешли слушайте мне кажется что вы очень мне кажется что вы думаете что вы обязаны задавать вопросы или строго про глобал талент или вот про презентацию на самом деле спрашивайте чего угодно потому что когда люди приходят на личные такие консультации у меня большинство народу спрашивают а вот я перееду что я буду с детьми делать сколько мне как мне школу найти не знаю там как мне получить медикаменты и прочее короче вот если вас интересует такое то мы тоже про это в принципе готовы поговорить достаточно широкий широкий круг тем если вы сделаете небольшой ликбез по школам и медицине в UK это будет прям супер валиабл особенно как бы ну понятно то есть многие из нас думают о том чтобы переехать с детьми а дети в Москве могут не знаю надеяться на какую-нибудь хорошую московскую школу ТМ вот а в UK не так очевидно что можно найти хорошую московскую школу например ну и с медициной тоже как бы люди в России привыкли к тому что они там не знаю знают что когда заболела вот справа то надо идти к Ивану Ивановичу а когда слева то к Василию Сергеевичу а но как это как это решается в UK это интересный очень вопрос про медицину наоборот слышно что там не знаю ты звонишь что у меня отваливается нога они говорят приходить через 3 месяца если не отвалится ну здесь как бы есть такое здесь на самом деле как бы если отваливается то скорее всего ты все-таки придешь достаточно быстро придешь ну и я не знаю по таким прям совсем срочным делам мы приезжали и это было ну в разумное время то есть можно это в иммерженсе или что это был и иммерженсе и мы просто к доктору ходили но здесь здесь просто другой подход как бы здесь условно там простуду не лечат то есть ты берешь процитаму пьешь его и там спокойно выздоравливаешь как бы там пьешь воду вот а если что-то прям супер серьезное тогда все-таки GP реферит и там все нормально я немного сталкивался поэтому я здесь не могу сказать прям сто процентов в больших конторах есть родители в больших конторах здесь есть страховка и говорят что по страховке это все супер быстрее я по страховке может быть там один раз что-то ходил да и я использовал удаленного врача вот этого ну как это телемедицина и это было ну как-то тоже очень разумно и быстро не знаю я не могу пожаловаться но жалоб я слышал много давай Вадик я расскажу про медицину я много знаю потому что я пользовался всем и на разных этапах в общем Вадик правильно все заметил тут совсем другой подход в целом к медицине и он отчасти продиктован экономией ДНЧС и отчасти философии то есть идея стоит в том что в человеческий организм нужно вмешиваться как можно меньше что человеческий организм владает уникальной способностью выживать самостоятельно и чем меньше в него лазают в том числе путем неврозных обследований тем лучше вот и это касается и взрослых и детей то есть ситуация стабильная когда там записываешься в GP запись в GP то есть все вообще процедуры они идут через GP GP это general practitioner он же терапевт то есть это первичное всегда первичное терапевт терапевт обычно запись плановая терапевта она на плюс три недели вот сегодня или или нужно ловить свод но философия такая что если за три недели прошло как правило уже можно не ходить терапевту дальше терапевт как правило это еще одна защитная функция которая работает примерно так же как запись терапевта он скажет ну вроде не супер страшно давайте еще подождем вот а если будет совсем плохо ну тогда нужно зайти в emergency совсем другая ситуация с emergency когда реально что-то случается если что-то случилось травмоопасно да перед переломом руки и ноги это обычно садиться в машину надо ехать в то что называется это непосредственно в госпиталях есть приемная комната которая реагирует на срочный случай там сразу прям без записи без ничего просто приезжаешь тебя берут лечит вот у них очень ограниченный ассортимент того что они могут делать это скорее скорее вот ровно как травмпункт работает в основном вот дальше можно звонить по двум телефонам по самому срочному который 999 я никогда не звонил я звонил несколько раз по 111 это такой среднесрочный телефон они они как правило всегда все равно стараются быть наиболее осторожным то есть когда несколько звонок они стараются обработать это как правило ускоряет попадание к джипи и не более того то есть они записывают к джипи условно на следующий день через 3 недели если что-то происходит и еще быстрее если дело касается ребенка с детьми у них совсем другой подход считается что дети они недостаточно могут описать что с ними не так они могут неадекватно рассказать они могут там неправильно почувствовать поэтому с детьми они разбираются с супер срочным режимом всегда один раз было когда у нас что-то случилось ночью мы позвонили в 111 нам нашли джипи через час сказали успеть приехать на такси мы говорим успеем и мы поехали приехать вот дальше альтернатива соответственно как Варик сказал это платная медицина она же страховка там работает на самом деле все примерно тоже так же то есть нужно тоже посетить джипи только с той разницей что обычно не физическое посещение телефонный звонок оно все сводится примерно к одному и тому же джипи говорить но я не могу с вами ничего сделать мы с вами разговариваем по видеоконференции не могу провести этих самых поэтому нужно обязательно к специалисту и они сразу даются специалиста реферал то есть фактически смысл этого онлайн это быстрый быстрый способ получить реферал к специалисту и дальше специалист по страховке это на самом деле точно такой же специалист как тот которому пойдешь поджипи он может быть немножко лучше одет может может быть немножко лучше кабинет но в целом это одно и то же вот и опять же разница только в скорости попадания к нему и специалисты они уже как правило проводят какие-то анализы назначают какое-то лечение конкретно предметно да вот и примерно так это работает там примерно конечно все рассказал на самом деле кажется что все более разумно я могу еще про роды рассказать если это интересно про то как это пренатальный и постнатальный если это интересно вот с родами опять же ситуация немножко другая но и такая же рода это более плановое событие вот то есть там НХС непосредственно ведет все это дело поскольку оно плановое то там сообщаются даты в которые нужно приходить опять же по российским стандартам при пренатальном ведении в НХС оно безумно халатное то есть количество обследований по российским стандартам минимальное то есть они делают условно два УЗИ и все больше больше ничего то есть особенно если никаких нет патологий ничего нет они стараются никого лишний раз не мучить непосредственно перед родами они проводят обучающие курсы где они учат что нужно делать с ребенком когда он появился на свет вот и дальше там народа опять же приезжается в госпиталь и как правило они очень быстро выписывают вместе с ребенком домой и после этого там институт есть такой который называется коммин вайвс они называются они как бы не врачи они скорее больше похожи на медсестер с минимальным медицинским организмом которые просто посещают с какой-то чистотой проверяют что там с ребенком все в порядке он накормлен одет и счастлив и родители тоже там не не лезут на стену очень большое внимание уделяется пост родовой депрессии это очень серьезная тема которая очень серьезно так сказать поддерживается и матери уделяется очень большое внимание после родов вот примерно мне кажется так если есть какие-то еще вопросы я бы это обобщил так что на самом деле здесь все такое дейты древн то есть например ну там тоже сопровождение родов это было нам условно там дали какие-то почитать статьи прям натурально вот здесь почитайте вот такая статистика вот такие статьи как бы и мы считаем что там лучше вам рожать дома а не в этом и все как бы и поехали ну и так же примерно во всем а можно еще вопрос да смотрите мы сейчас вдвоем здесь с супругой у нас вообще другой уровень чтобы понимать то есть мы такие IT-бэйби вообще в принципе то есть или даже сказать не IT вы просто пришли я уже задавал в фейсбуке вопрос то есть как бы ну мы тоже подумали посмотрели на все это как бы и поняли для себя что да наверное надо что-то менять назрело как бы если живо останемся то менять что-то надо вот и как бы ну все решили что наверное IT-это один из самых элегантных наверное мостиков к тому чтобы в принципе подняться по уровню жизни и со временем конечно же реалцировать с какой-то более да менее манифицированное общество вот соответственно как бы у нас общие вопросы грубо говоря я я может быть IT-ешник но очень специфический 1С это вот очень специфическая российская внутри в Европе естественно я с этим никому не приду даже передя кордон Россия тоже супруга вообще маркетолог фотограф ниже с этим но тоже понимаем что наверное надо в сторону IT-двигаться поэтому хотелось бы просто спросить совета сообщества знающего сообщества например той же самой супруге что ей можно чем можно посмотреть в какую сторону чтобы возможно все-таки войти войти но при этом не получить какое-то извращение ну какое-то извращенное отражение сами понимаете что если фотограф наносить голый то фотограф психанет и пойдет фотографировать опять соответственно наверное для меня какие-то вещи это даже не релокации там никакие там big five просто стартим что можете посоветовать мы думали про это у нас наверное сейчас ну вот можно начать с менторов попробовать найти кого-то может быть они прям совсем целенаправленно совет дадут в этом месте это то что есть в той презентации да и наверное мы еще что-то добавим на эту тему потому что вопросов таких на самом деле было несколько я бы ну как условно такой в обычное время до всего вот этого значит до войны я бы просто посоветовал идти не знаю в какую скиллфактори или похожую вещь и у них там есть очень уменяемые курсы они там учат плюс-минус с нуля и научат они там вот базовых вещей там питон с нуля алгоритмы с нуля и дальше там анализ данных с нуля и на выходе вы если вы действительно будете этим заниматься то я думаю что там ну условно такой джуниор дата сайентист оттуда выйти вполне может можно все-таки попробовать вот этот путь пройти не знаю насколько он сейчас вообще работает не работает но я думаю что стоит начать по крайней мере и мы наверное попробуем добавить дополнительно ссылок на есть еще специальные буткампы там прям очень интенсивно люди садятся и проходят вот тот же курс там условно за месяц вот а я добавлю к тому что сказал Вадим у меня внезапно про супругу комментарий мне кажется что всем не всем нужно стремиться войти это в России так как-то устроено что если ты вот не айтишник то ты не можешь заработать не знаю как в других странах но в UK малые бизнесы вот совсем малые условно говоря всякие делатели керамических горшочков выгуливатели собачек и прочие разные бизнесы очень неплохо себя чувствуют и фотографу вот я бы точно не рекомендовала пытаться сейчас сменить профессию а скорее бы советовала посмотреть на местное законодательство страны в которую вы будете целиться как там устроено открытие условного ИП да потому что скажем в Лондоне фотографы хорошие фотографы делают очень неплохие деньги ну в общем я бы сказала что сравнимые с айтишниками конечно это там всегда вопрос роста и нарабатывания клиентуры но я вот например нахожусь в группе мамочки Лондона и там много женщин которые приехали как чьи-то партнеры тех же айтишников да родили детей и вдруг столкнулись с необходимостью как-то заработать очень большой процент из них пошел именно через фотографии и успешно успешно этим занимается спасибо здравствуйте у меня еще вопрос по поводу глобал талент только не для айтишников а для инженеров то есть я занимаюсь производством оборудования и патент у меня есть просто я там все говорят об айтишниках а об инженерах как-то меньше информации есть у вас какие-то по этому поводу меньше информации я думаю что просто потому что я вот например я про свой опыт рассказывал сейчас я попробую найти здесь скорее всего алгоритм такой идем на гофе кей подбиваем там глобал талент и смотрим какие там есть варианты сейчас я одну секунду я попробую сразу же найти так так нет ну либо чтобы мне сейчас времени тратить я наверное ваше время не тратить я наверное потом попробую это найти да здесь есть академия ресерч есть арт и калчер есть диджитал технологии вот есть такие я смотрел инжиниринг да собственно я и академия еще я думаю что если есть патенты то есть смысл туда подаваться надо просто смотреть там будет не технейшн а какая-то другая называется endorsement боди и нужно просто у них смотреть какие у них требования и просто почему бы нет но я уверен что там ну там точно есть например для художников известных без проблем это точно можно туда подаваться да спасибо да в общем алгоритм гофи кей и там смотрим конкретно по глобал талант визу а имеет ли смысл взять консультацию у юристов которые этим занимаются по этому поводу они занимаются всем тоже занимаются всеми они занимаются всеми я думаю что я выложу контакт юристов а хорошо да будет здоров да хорошо спасибо ну что мы истерпались или у нас еще кажется как раз сейчас ребят всем привет привет вопросик быстро задам во-первых спасибо Вадик Свет спасибо спасибо вам большое что вы делаете это полезное дело я хотел знаете такой бытовой вопрос как Света закинула про детей про медицину вот с точки зрения стоимости проживания понятно что жить можно как в Москве да вы знаете на 200 тысяч на 2 миллиона и примерно одни и те же услуги потреблять просто они по уровню будут разные немножко они более пафосны и так далее но вот если взять например для ориентира вот у меня двое детей 2,7 лет соответственно и там ходят они на развивашки в школу какую-то может быть частную не частную там зависит от страны но вот если взять такой стандартный пакет там какие-нибудь спортивные занятия жена ходит куда-то мы куда-то ездим отдыхать без каких-то излишес но в целом чтобы это было качественно интересно ну примерно вы представляете какой это может быть уровень в Москве вот если перенести все это взять в Лондон условно или в UK в целом какие тут могут быть ценники вот может быть поделитесь каким-то своим впечатлением на что ориентироваться на какие суммы спасибо это я могу рассказать немножко я просто не в Лондоне я в Кенте живу и здесь понятно сильно дешевле чем в Лондоне примерно я бы сказал раза может быть там в два у нас это устроено так у нас есть джим с неограниченными посещениями это стоит на нас двоих с моей женой это примерно 30 фунтов в месяц у нас есть занятия у маленькой девочки которая плавает раз в неделю это примерно ну там тоже такого же порядка там например 20 фунтов в месяц у нас есть занятия лошадьми это дорого ну в смысле дороже это там 25 фунтов занятия мы хотели записаться на как это шпаги да как это называется фехтование пенсинг значит это стоит ну там вообще копейки там типа 6 фунтов за занятие что-то такого плана ну то есть сильно дешевле там тяжело жить и у нас есть не знаю танцы пение я тут не помню тут по-моему 300 200 200 или 300 фунтов за семестр семестр ну в смысле там два или три месяца такого такого плана то есть я думаю что такого порядка но я думаю что в Лондоне может быть это стоит умножить на полтора на два например где-то так если говорить про платные школы садики я бы там ориентировался наверное от тысячи до полутора в месяц и там есть например гимназия известная в Москве которая Лондон Гейт но она не только в Москве она везде там по крайней мере раньше цены были в районе 750 в месяц ребенка это так тут значит какой есть нюанс в сравнении с теми ценами про которые сказал Варик мне сложно сравнить потому что у меня ребенок младший которого можно было считать ребенком когда мы переехали он как бы на немножко другие занятия ходил у нас были там скорее проблемы поступить чем его развлечь но наверное Вадик прав в своей оценке в плане коэффициента скажем качалка в Лондоне это 50 фунтов в месяц соответственно вот примерно так но что важно частные школы про которые сказал Вадик они вообще говоря не обязательно частные ну то есть есть очень много это не так устроена ситуация как в Москве в которой есть условно там 57 школа в которую все пытаются попасть или там не знаю новая школа школ хороших много и в большинству школ маленькие дети попадают по месту прописки совершенно бесплатно в том числе не в Лондоне а за городом тоже очень много хороших школ и просто нужно этот аспект учитывать когда вы будете искать жилье во всех приложениях которые поиск жилья там прямо есть такой фильтр есть ли рядом школа и какой уровень этой школы и когда вы находите интересную квартиру вы смотрите какие там рядом школы и стараетесь поселиться в catchment area этой школы тогда вам это получается школа бесплатно квартира будет немножко дороже но зато школа будет абсолютно бесплатно то есть я из того что я вижу вокруг среди своих знакомых мало кто детей там в началке в средней школы ходит в частные школы просто потому что это не нужно у меня конкретно ребенок ходил в частную школу потому что мы приехали очень поздно мы приехали последние два года перед университетом и у него не было английских экзаменов это было единственное что вынудило нас пойти в частную школу школы тут тоже очень дата-дривен как и все и все данные про школы открытые то есть ты идешь на сайт местного условно говоря министерства образования и смотришь про школу вот она хорошая чем она хороша ты можешь посмотреть метрики по которым она классная вот мы например выбирали школу по дельте как изменилась успеваемость ребенка при переходе из средней школы в старшую и потом к балу выпускных экзаменов ну потому что нам это было важно быстро там получить получить рост вот и а метрик таких много поэтому в общем мне кажется что школу как такой источник расходов я бы не рассматривала я бы просто вложилась в поиск хорошей локации где можно поселиться рядом с с хорошей школой и потом ходить в нее бесплатно занятий тоже очень много бесплатных и это опять же не работает так как в Москве где бесплатные занятия это что-то очень низкого уровня нет бесплатных занятий тоже много ну то есть действительно если лошади там или фехтование или что-нибудь вот такое то это платно а если там условно говоря не знаю там танцы пения какой-нибудь арт какой-нибудь даже теннис при школах очень много кружков и там они все бесплатные вот что касается и мне кажется что основной ну как бы источник расходов это жилье еда примерно так же стоит как в Москве аренда жилья вот у нас всегда была основным источником расходов значит на двухбедрумную квартиру в которой значит будет две спальни это значит если двое детей то дети в одной спальне и гостиная это порядка двух с половиной тысяч в месяц вот такая примерно примерно история вот Вадик я не знаю что за городом там эта сумма очевидно меньше или на нее можно просто больше ну то есть я не уверен сколько здесь стоит в аренду но в ипотеку оно стоит ровно в два раза меньше чем то что мы платили аренду в Лондоне ну и на самом деле эту штуку тоже можно регулировать ну то есть мы например всегда оптимизировали под близость к работе да типа вот хочется на работу ходить пешком условно говоря да если не ставить таких целей и отъехать на пять остановок метро дальше то цены сразу становятся гораздо более приемлемы то есть всегда есть оси по которым ты можешь оптимизировать без потери качества условно говоря круто круто спасибо большое и еще в догонку вопрос про школы ребята иногда ну вот дети вот у меня они английский не знают у меня ребенок старше он еще худо-бедно может что-то сказать но младший абсолютно впервые с этим столкнется как обстоят дела вот не знаю там есть русскоязычные школы или там есть какой-то тьютер который прикрепляется к ребенку вот можете поделиться своим опытом я могу рассказать вообще мы на хоумскоринге то есть это немножко такой в обычном режиме это не очень релевантный опыт но у нас девочка решила попробовать сходить в школу она год поучилась в школе и ну сейчас она как бы говорит я бы сказал без акцента я ее мало понимаю вообще вот и случилось это буквально ну не знаю может быть там за месяц очень все быстро произошло у нее был ну это как не тьютер просто прикрепленный такой учитель наставник внутри школы и они всегда прикрепляют еще бади то есть таких же учеников которые там с ними сидят и ну как-то помогают им адаптироваться но это очень быстро происходит то есть я бы сказал что это было очень разумно и быстро то есть за месяц-два они уже будут разговаривать там не знаю лучше чем ну я я бы добавил что за младшего вообще не надо волноваться стабильная история что младший идет в детский сад и там через месяц он полностью говорит и понимает лучше чем ты тут чем старше тем сложнее на самом деле вот а дети вот у меня ребенка родился в Лондоне она из воздуха как-то вот она мы с ней разговариваем только по-русски и ну и на самом деле эта ситуация не уникальная все с кем я разговариваю они говорят что гораздо сложнее держать свой родной язык английцы приходят сам чтобы немножечко чтобы немножечко снять нервозность по этому поводу мы наверное с Вадимом можем рекомендовать Лондон Гейтс в Москве который дети наши ходили до отъезда и который потом при желании превращается в организацию здесь в Лондоне но это сильно дорого не факт что как бы это необходимо спасибо только для снятия нервозности больше ничего ну что ж хорошо да у нас есть несколько экшенайтов мы презентацию про апдейт и я выложу запись разговора видимо просто фейсбук надеюсь у всех там будет доступ если что пишите я попробую где-нибудь в другом месте решается если друг но любые ваши вопросы которые вы осознаете после естественно присылайте мы постараемся их оперативно обработать спасибо 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 всем спасибо всем пока спасибо